Дынька, ну это вообще красота неоприсуемая. Она такая яркая, такая красивая. Не надо никаких фотошопов, ничего. Ягода прям такая огнем горит. Очень красивая, смотрите. Куст мощный, сильнорослый. Мы оставляли у него и пасынки, чтобы как-то его нагрузить. Ну и ягода он тоже хорошо нагрузился. Вот это я же вам показываю одну плоскость. А вот это у нас плоскость вторая. Пока здесь тень, поэтому не так ярко. Тем не менее, все равно вот сколько здесь всего. Пока что низко, куст молодой, не до конца еще сформированный. И под нагрузкой здесь проволока. Прям так серьезно я вот сейчас замечаю, что проволока серьезно провисла. Грозди крупные, грозди красивые. Ягодка тоже довольно крупная. Ну так вот если посмотреть, да, то немножко видны вот ее характерные ребрышки. Хотя, ну это так, если уже присматриваться. Ну опять же, видите, да, какие тут размеры. Здесь, конечно, послабее грозди, но все равно. Вот, говорится, возьмешь руки, маешь вещи. На 24 августа полностью готово. Вкус такой очень интересный, фруктовый и с мускатом. Дынька у нас и в прошлом году плодоносила. И в прошлом году мы ощущали только фруктовый аромат. И вот муската как-то не было. Я думаю, что странно, вот в описании все-таки фигурирует мускат. Нет, он действительно есть. Но в некоторых сортах мускатный аромат, он может не всегда проявляться. И это при спелой ягоде. Кроме того, когда ягода сама по себе ароматная, вот как дынька, у нее такие яркие фрукты, то мы можем просто не идентифицировать этот мускат, как отдельно аромат, нам кажется, что это оно такое все вместе. Смотрите, при такой нагрузке, при огромной силе роста у нас шикарное вызревание лозы. Вот уже на метр, ну не все, конечно, побеги, но некоторые вот уже на метр и более вызрели. И это еще, в общем-то, август. Да, это даже не сентябрь. Вот такая вот дынька, конечно. Форма очень впечатляющая и заслуживает не просто внимания, а особого внимания. Что красивая, что вкусная. Ягодка, кстати, не трещит. Ягода такая очень сочная. Роза ранняя, вот эти огромные розовые грозди, это она. Ну, с ней есть некоторые нюансы в этом сезоне. Вообще, куст молодой, мы его пока что не можем нормально нагрузить, да, и нормально доформировать, поэтому получается, что вот грозди где-то лежат на земле. Вот те грозди, которые повыше, вот с ними все хорошо, а то, что лежит на земле, да, у нас несколько вырезанное. У нас ходят слизни, они ее едят, поэтому она подгнивает. Так что есть нюансы, и вот там тоже я показывала, там частично было плохое опыление. Но с другой стороны, вы видите, да, что она не всегда и не везде плохо опыляется. Вот там было гуще, да, там эти грозди ниже, здесь вот чуть повыше, и что мы видим? И здесь мы видим вот шикарную, огромнейшую, большую, красивую гроздь. Вот на руке, просто чтобы вот было понятно, да, вот такая вот хорошая, плотная гроздюля. Вот с другой стороны показываю, да, вот прямо на ящиках я выкладывала, чтобы эти гадости здесь не ползали, чтобы она не лежала в траве. То есть, ну, да, и размер ягоды, все при ней. Все при ней, просто надо немножко с ней поработать, да, дать ей возраста, сформировать нормально кусты. Все будет хорошо. Смотрите, кто там. Я снимаю, а там ходит мышь. в кротинной норке. То есть, с этой формы надо просто дать немножко времени, о ней чуть больше позаботиться, и можно получить классный результат. Ну, визуальный эффект, по-моему, на лицо, да, если мы не берем вот второй край, где у нас пыли не очень, но даже в такой год с морозной весной, и, в принципе, в этом сезоне не все хорошо опылялось, можно получить вот такую красоту. По срокам она созревает конец августа, сегодня у нас 28 число, и сегодня она полностью готова. Ягода очень сочная, вот она прямо во рту взрывается. Ну, вот, будем пробовать вот эту ягоду. Тоже размер показываю. Ягода очень сочная, она прямо во рту взрывается. Мякоть такая, она не плотная, вот как у огурца совсем бывают ягоды такие, которые прям жевать сложно. Нет. Но и не водичка. Такая вот средняя плотность, и хрустящая, вот ее кусаешь, и прямо она так хрусь, и полился сок вам в рот. Очень вкусная, такой приятный фруктовый вкус, очень нежный. Какие-то тона, то ли сливы, то ли вишенки, то ли, ну, чего-то вот такого, очень нежный фруктовый вкус. Лоза у нее, в принципе, зреет неплохо, да, пока зеленоватое, процессы уже пошли, но она жирует, она несколько недогружена, поэтому некоторые вопросы пока что могут быть, но я думаю, что это все решаемо, тем более на самом деле еще всего лишь конец августа. Ну, а касаемо болезней, то вот с болезнью у нее вопросов нету, ни Аидиум, ни Мильзю, она у нас не подхватила, и листва здесь вот чистенькая, зелененькая. Подарок не святая, вот такие хорошие гроздочки, достаточно крупные и достаточно крупная ягода. Ну, кустик молодой, да, кустик небольшой, поэтому поэтому гроздочки небольшие, можно нагрузить больше. На 24 августа полностью готово. Приятный сладкий вкус с легким мускатом. Ягода сочная, ну, как видите, такая довольно крупная. Жалуются на эту форму, что плохо зреет лоза, но опять же, вот тоже я показываю, что у нас она зреет абсолютно нормально, с учетом того, что это все-таки еще конец августа. Ну, как видите, поддерживает ранние сроки созревания.